Всем привет! Меня зовут Дмитрий Барышников, я из компании NXGIS. Буду рассказывать про нашу новую мобильную SDK. Прежде чем рассказывать об SDK, давайте расскажу, собственно, о том, как она появилась и почему именно она так создавалась, почему мы не взяли готовые там или что-то своими отстроили. Здесь вы увидите два скриншота. Это первое мобильное приложение NXGIS Mobile 1 и второе NXGIS Mobile 2. Это сейчас текущая версия. А в том, кстати, в своем докладе уже показывал его использование. Собственно, это, как мы позиционируем, настоящая мобильная GIS, геоинформационная система. В отличие от других картографических я подробнее скажу, а вот, собственно, что в ней такого особенного. Это, во-первых, несколько слоев на карте. То есть по слоям поддержатся растровые и векторные слои. Пользователь может менять порядок слоев, может для векторных слоев какие-то стили, настройки делать, которые им нужны. Векторные слои могут редактироваться. Плюс, там, ну, сейчас практически у всех это развито. Это какие-то вложения, там, фоточки или какие-то другие файлы. И, ну, первая версия была там совсем слабо выражена, во вторую, еще основная такая фишка, это синхронизация с слоев ГИСом. То есть изменения на мобильном должны как-то прозрачно попадать на сервер. Ну и в обратную сторону. Собственно, что же оно так? Правильно работает? Не разобрался, ладно. Вот, я здесь привел три свиншота. На самом деле, больше. Это Maps.me. Из Maps.me здесь вот Рио сбежал. Кто-то еще есть? Никого, ладно. Maps.me, NeaplexCart, DoubleGIS. Ну, в принципе, сюда же можно добавить и Google-карты, Apple-карты. Там, ну, куча еще приложений, по-моему, бинга своя есть. В чем отличие вот от нас? Потому что очень часто спрашивают там, а что у вас такой рендеринг медленный, а почему так сделано и так далее. Вот объяснение. Первое. В этих приложениях слои, ну, их можно группой назвать. То есть на самом деле вы видите картинку, как вот разработчик решил. То есть здесь как бы слои есть, они угадываются. Дороги, гидрография, там, природные объекты. Но порядок сменить нельзя, стиль поменять нельзя. При этом видимость, в зависимости от зуба, вам будет показываться то, что опять же решил разработчик. Иначе, ну, как бы по производительности просядет. То есть это все довольно-таки сильно фиксировано. И это больше как раз не геоинформационная система, а просто картографическое приложение. Следующее. Управление видимостью. Ну, здесь, опять же, сало ограничено. Потому что в зависимости от перекрытия объектов или каких-то еще там особенностей, или припоиски, или фильтрации, в принципе, эти приложения позволяют кое-что там вот отфильтровать. Но, грубо говоря, свой фильтр, там, пользователю, ну, полностью настроить по таким-то полям, хотите что-то отображать, этого нельзя делать. Ну, стиль фиксированный, опять же, говорилось. Управление. В зависимости от масштаба или уровня зума, опять же, являются те или иные данные. Кстати, в зависимости от, да и я, кстати, тоже, куда вы едете, где нужна наибольшая детализация, они говорят, ну, скачай там кусок. То есть в нашем случае мы не знаем, что у нас пользователь загрузит, но он может весь мир загружить, там, какой-нибудь шейф, там, границы всего мира. Здесь уже, как бы, есть подготовленный набор данных. Ну, и редактирование, опять же, я написал так, осторожно, ограничено или его нет. То, что в мэпсми, там, я, вот кроме тебя, с мэпсми больше никого здесь нет? Никто не признал? Нет? Я просто все время упоминаю, ты сбежал. Вот в мэпсми, как бы, редактирование, оно представлено, те же пои можно расставлять. Вроде больше ничего, да, добавить нельзя? Заметки. Ну, это понятно, я имел в виду, там, нарисовать дорогу, там, или какие-то свои объекты. Ну, вот, это вот, я поэтому написал, что либо нет совсем, либо ограничено. Слушай, что здесь надо ждать, что-то переключалось. Вот, не подписывая кнопки, это дело в право. Ну, что-то у меня, оно... Ну, ладно, ничего страшного, я так вот переключаю. Собственно, вот, на основе этих отличий у нас получилась, как бы, такая архитектура нынешней библиотеки. Немножко вернусь назад, вот, первая версия мобильного, она делалась на базе библиотеки OSM Droid. Там, кстати, вот эти вот ограничения, вот, обычных картографических программ, вот, полный рост встали. То есть мы, по большому счёту, его использовали как-то просто для показа базовых карт, остальное пришлось сделать. И когда мы, собственно, делали вторую версию, то OSM Droid убрали, оставили вот этот вот свой большой кусок и добавили просто поддержка, ну, тайл подложек. Правда. И у нас вот получилась такая архитектура. Это, собственно, библиотека Moplin, это по работе с данными, с геоданными. То есть это импорт, экспорт, какие-то оптимизации там, ну, типа тайловой кэша, F3, ну, и так далее. Всё это лежит на этой библиотеке. Плюс работа с картами. Вот в текущей версии там карта только одна, полагается. То есть это послойность, это слои как раз кладутся на карту, настроить какие-то там силы. В Moplin вынесена эта работа с интерфейсом, то есть возникло там, ну, собственно, управление там, настройка стиля. Это всё-таки польский интерфейс, но он берёт из Moplin, собственно, какие элементы отображать, потому что стили могут быть разные. Какие-то там для синхронизации это работа с аккаунтами, то есть вот эти вот какие-то общие диалоги, общие активити, они туда вынесены. Ну и, собственно, основное приложение, у нас Github называется, это вот Github Mobile версия 2. Всё это, это под Android. Ну, собственно, где это лежит? Всё лежит на Github. Можете хоть час заходить и запирать. Что, собственно, на Github Mobile хорошо, но надо двигаться дальше. Вторая версия, естественно. Первая и вторая версии, они создавались, ну, как бы, имея в голове, что это приложение там, пользователь пошёл, поставил три точки, потом пришёл обратно, загрузил на компьютер и уже в QGIS, в тяжёлой программе, что-то там обрабатывает. Ну, это мы так думали, как разработчики. Пользователь начал отгрузить в эти, ну, в основном даже во второе, реально тысячи объектов. То есть данные, содержащие тысячи записей, тысячи географических объектов. И вот для Android у нас вот потолок, отрисовка карты на Android, ну, на Java сделана. Там не применяется нативное средство MDK. Вот мы где-то в районе десятка тысяч объектов, ну, не совсем даже объектов, десятки тысяч точек в объектах вот упёрлись. В принципе, сейчас до вот этого предела она довольно-таки сносно там, ну, бегает, рисует карты, но и есть там ещё что подкрутить. То есть вот буквально в последней версии мы там тоже значительно ускорили отрисовку там расстрел, потенковали тоже секторами. То есть ещё там есть немножко, ну, где-то 10% не больше. Ну, то есть там 10 тысяч, ну, один. Вот. Собственно, какой новый вызов? Это поддержка двух платформ Android.is, большого количества векторных данных, большого количества GIS-форматов. Потому что пользователи говорят, ну, хорошо, у вас там в умолчании GeoGIS вам поддерживают, а у меня Shape, у меня это. И всё вот перекодируют, чтобы к вам загрузить или там на Giz.com, не хотим. Хотим вот больше поддержки. С расстрами то же самое. Почему только TMS? А вот у меня уже мои боевые геотипы там лежат в нужной проекте, я хочу ими пользоваться. Ну и, собственно, отрисовка нас там только лениво не пинал. Хотим, чтобы отрисовывать. Ну, собственно, в ответ на это была разработана библиотека. На Giz Mobile пока не представляю. Собственно, он на ней будет строиться, соответственно, версии 3. Хотя, ну, если бы считать, она вторая. Это библиотека. В данном случае не библиотека, потому что издекает набор библиотек. Это вот об этом чуть дальше. Чистый C++11 стандарт. Она не мобильная, на самом деле. Она работает и на настольном на десктопе, и даже на серии может использоваться. Карта рисуется с помощью OpenGL и OpenGL ES. Взаимодействие с библиотекой может через CIP. В принципе, свиговский обвязь тоже сделан. CIP мы как раз для ES используем, а свиг для YAM. В принципе, Python он может и напрямую с CIP выдергать, может через свиговский. Ну, это еще в перспективе. Сама библиотека собирается при помощи CIM-маяка. Тут, собственно, работает еще одна наша технология. Надисборш называется. Потому что весь YIS-овский как бы блок, связанный с работой с данными, мы используем функционал другой библиотеки GDAL, который тянет с собой еще целую кучу зависимостей. И вот Надисборш нам позволяет, во-первых, все вот эти зависимости объединить в статическую библиотеку, которая уже линкуется вот к этому. Получается такая вот, как бы, цельная штука. Ну и особенность еще библиотеки, что она сочетает, ну, как и в предыдущей версии, это работа с геоданами карты. Ну, собственно, переписан вот этот блок. То есть вот блок с пользовательским интерфейсом, он остается. То есть нам надо заменить часть вот этой вот библиотеки. Ну и вот, возвращаясь к особенности, то, что у нас в одной библиотеке объединены и работа с данными, и работа с картой, пока это комфортно и нормально, но в перспективе, возможно, нам придется ее разделить на две части. Потому что пока это не совсем, как бы, логичное сочетание. Все-таки данные визуализации – это немножко разные вещи. Так. Ну, теперь пример использования, собственно, для работы, ну, отладки и развития библиотеки. Первое сделано – это такое вот тестовое приложение для настольной. Оно написано NQT. Оно работает через C API, хотя, по большому счету, может и напрямую взаимодействовать через C++ класс. Ну, адрес на GitHub. Ну, из функционала – это, собственно, можно создать сторожи, загрузить туда данные с поддержим форматов. Сейчас для настольной – это вот все, что, ну, та операционная система, где у вас там установлен GDAL, вот оно будет все поддерживать. Для мобильного там сделано хитрее. Это вот, кстати, справа пример. Делаем пример мобильного приложения. Там GDAL собирается с минимальным набором драйверов, чтобы он был маленький. И вот, ну, по максимуму обрезу. Ну, добавить несложно. То есть там просто раскомментируются строки, которые подключают те или иные драйверы GDAL. Возвращаясь вот к настольной части, собственно, дальше можно добавить слои, ну, изменять порядок, название. Ну, в принципе, пока для отработки… А, ну, там идентификация, там зумы, зумаут, пам. То есть это вот все как бы там реализовано и по мере увеличения функционала мы вот на этом приложении отрабатываем. Второй я тут буквально за пару дней на прошлый выходной написал демонстрационную версию мобильного приложения под iOS. Вот из интерфейса видно. Ну, оно, на самом деле, простое. Там при запуске создается карта, на лету в нее добавляется OpenStreetMap, а второй слой, ну, там предполагается, что он откуда-то скачается, потому что я хотел на этом приложении отработать показ миллиона точек в iOS. И, кстати, он заработал. Поэтому класть на мобильную, как бы, задачу еще и предварительной подготовки этих точек, ну, мне кажется, это излишне, тем более, это такой, как бы, демо-кейс, потому что, ну, мы решали проблему пользы с тысячами точек, ну, вот десятки тысяч мобильно перелопатить. С миллионом, ну, тоже перелопатить, ну, просто очень долго будет. И вот из особенностей для, специально для мобильного, мы сделали на базе геопэккеджа, как бы, свой сторож данных, куда дополнительно добавили еще, ну, нужные нам функции. Какие? Это, вот, собственно, работа с атаками, то есть через API, то есть, вот как в стандартном Jedi мы там создаем запись в слое, также мы к этой записи также через API добавляем там attachment, ну, удаляем attachment, меняем какие-то там параметры. Это первая добавка, которая нам нужна была. Вторая добавка – это метаданные, то есть, когда мы грузим с того же сервера, например, слой, у него может быть один название полей, который просто скейлайт не кушает. Вот, но нам для синхронизации нужна эта информация, поэтому это сохраняется, и, собственно, библиотека, она знает и какие поля внутри, вот, сейчас в конкретном там мобильном и настольном приложении, какие источники с кем их синхронизируются, чтобы это все работало. И еще важный момент – это, собственно, подготовка данных для вот этого быстрого рендеринга. То есть, вот, настольное, в принципе, оно может и на YouTube без какой-либо подготовки взять. Вот, там, например, это вообще шейк-пайл отрисован вот так. То есть, он открылся и нарисовался. Просто для того, чтобы его рисовать с помощью OpenGL ES, на лету с ним определенные действия надо сделать. То есть, взять, ну, точки там, ну, линии полигона, разрядить их для нужного масштаба, чтобы видеопамять просто влевал, и преобразовать в буферы, которые, собственно, в видеопамять пихают. То есть, в чистом виде, там, вот эти координаты x, y, они, ну, в видеокарте ни о чем не говорят. Так, собственно, работать в CIP это ужасно. Вот, я не знаю, кто-нибудь работал с библиотеками на CIP? И как? Вот. Для этого мы для мобильной разработки написали такую библиотеку настройка, называется EOS MapLib. Это Swift. Она представляет нормальные классы, класс карты, класс, ну, фича класс, там, фича, геометрия. Ну, вот все как положено, все как вот, там, как у ESRI, как у всех там уважающих себя, как бы, компаний. Сама библиотека подключается через Cartage. Кстати, это очень близко по идеологии система к борщу. То есть, она тоже базируется на GitHub, она тоже разруливает зависимости, ну, собственно, поэтому мы ее использовали. Подключается к вашему приложению еще просто, создается как файл, у него пишется вот эта строчка, можно дополнительную версию указать, но пока смысла нет, поэтому будет браться последнее. Дальше на компьютере выполняется команда, вот это вот, и вы можете идти пить чай, еще чем-нибудь заняться где-то на час. Дело в том, что при сборке вот этой библиотеки она, собственно, соберет и ту, где SIR, API используется, а она потянет за собой JDAL, JDAL потянет за собой Geos, JSON-C и еще кучу библиотеки. И, собственно, вот эта вот сборка всего-всего-всего-всего очень долго времени занимает. Вот. После того, как это все отработает, получатся два файлика, называется RGMP framework и ng-store framework, который, собственно, кидается в проект, на Xcode в зависимости. И там надо будет добавить только еще один шаг по копированию этих фреймворков уже в собранное приложение. Ну, иначе он будет запускаться, библиотеки нет, извините. Вот, собственно, как просто это добавляется. Ну, за исключением вот этого шага в час. Ну и, собственно, по тому, как организована отрисовка. У нас это сделано примитивно, у нас нету, пока не стоят такие вот развесистые задачи, как вот, ну, в Яндексе, там, в Дубльгизе, где там карта должна быть красивая, вся там с эффектами, с визуализацией красивая. Нам главное, что максимально быстро, огромные объемы, редактирование. Собственно, как работает адресовка. Первый момент – это вызывающее приложение должно дать библиотеке JL-контекст. То есть, должно быть создано окно JL-овское, это не задача библиотеки. Дальше, когда окошко есть, приложили, вот тебе окно, ну, такого-то размера, нарисуй мне там, какую, ну, какую можно риту создать, можно слои добавить, и происходит следующее. То есть, по каждому слою запускается вот этот цикл заполнения данными. Если у нас геоданные, ну, типа шейфа на литу получены, то там внутри цикла, собственно, происходит вот это вот талирование, разрежение, заполнение буферами. Если это уже предготовленные данные, то просто они считываются из сторожа в формате таких, ну, как бы, это не совсем векторные тайлы, это еще предвекторные тайлы. И вот запихиваются в JL-буфер. По мере готовности приложение говорит, я готов, вот слой такой-то, тайл такой-то, кусочек вот данных загружен. Приложение говорит, ну, тогда рисуй его. Собственно, вот этот второй кусок начинает работать. Там отрисовка идет вначале по тайлу, рисуются данные слоя, вот тех, как бы, слоев, где заполнение выполнено. То есть, если не выполнено, то пропускается. И потом идет отрисовка выделенных геометрик, но для этого актуально. А потом уже для всей карты, то есть не для отдельных тайлов, а для всей карты рисуется оверлей. Что такое оверлей? Ну, у нас сейчас реализовано это два типа оверлейов. Это оверлей для редактирования, где пользователь, собственно, геометрию меняет, там какие-то изменения вносит. И оверлей для локейшин, текущее место положение. Это нужно для передвижения там на транспорте, чтобы, во-первых, видеть, как оно меняется, ну и себя увидеть. В разработке еще два оверлея, это для показа треков отдельный будет. И, ну, не всех, это мы еще подумаем, но как минимум текущих, потому что он каждый раз его для отрисовки тренировать не очень хорошая идея. И второе, это для каких-то вот примитивных геометрических, то есть они, как бы, с одной стороны гипсовские, с другой стороны еще не имеют атрибутики. Вот. Собственно, это по отрисовке, грубо говоря, вот, ну, одного тайника. Сама карта, она представляет для себя вот такой набор тайников. Ну, каждый тайник, вот я как бы писал, это фрейм-буфер, то есть это такой, как бы, JL-контекст, но вне экрана. То есть туда происходит отрисовка, когда у нас все слои в рамках вот этого буфера отрисовались, мы можем данные освобождать. То есть, ну, там реально, вот, если посмотреть по загрузке, то есть когда вот идет вот это многопоточное заполнение, очистка, и сразу память опустилась. Дальше, внутри экрана, если использовать панель, естественно, будет какой-то там выход, то он маленький и будет перерисовываться. Собственно, вот этот хороший прирост скорости здесь и даем. Ну, вот, таким образом у нас организована отрисовка. Ну, и, собственно, по отдельным типам данных как рисуется. Ну, вот, отрисовка растра. Здесь все довольно просто. Используется GDAM, в нем есть метод RasterI, по которому мы запрашиваем определенный кусок растра, который мы хотим отобразить. Дальше, дополнительно создаются два треугольника. Вот он же все рисует с треугольниками, которыми мы тропируем нашим кусок растра. Соответственно, буфер заполнен вершинами. И вот это вот изображение передается в видеокарту, где оно, собственно, отрисовывается. Особенность здесь какая? Когда мы для растра делаем пирамиды или, в случае GDAM, у него там есть определенные проблемы, мы будем расправлять для тайловых источников. Приложение выбирает наиболее близкий тайл. То есть он не перекладывает на процессор задачу по растягиванию этого растра нужного размера. Он берет именно наиболее оптимальный размер оригинального источника, а уже видеокарта сама его растягивает при отрисовке вот этих двух треугольничков. Теперь с векторами. С векторами здесь методика следующая. Первое. Ну, давайте вот возьмем ситуацию, когда вот у нас предготовлено. То есть на лету примерно то же самое происходит, но вот, ну, в принципе, тут без разницы, что на лету, что мы прошли это, сохранить это в базе и потом извлекаем. Суть следующая. То есть берется для каждого тайла, то есть все пространство, которое занимает наш векторный слой, оно нарезается, ну, стандартные, как бы, тайлы, ну, которые, как бы, эсэн. И для каждого уровня зума вычисляется пиксельная сетка. То есть мы не можем точки рисовать точнее, чем вот на экране размер пикселей. И эти точки сдвигаются на вот эти вот узлы этой сетки. Соответственно, многие точки у нас совпадут. Нам лишние точки не нужны. Мы просто записываем координаты точки x, y, z, z про запас, пока они используются, и индекс фичи, собственно, к которой это относится точкам. Соответственно, чем больше зум, тем у нас меньше точек, которые мы пихаем в видеопамять, но зато большие индексы. Но индексы, они при отрисовке не используются. Небольшой вот буфер вокруг тайла нужен для чего? Например, точка рисуется на границе. Она круглая. Если мы ее в обе части, в два соседних тайла не запишем, то она обрежется. И будет такая, как вот, луна, полумесяц. С линиями полигонами такая же ситуация. Поэтому это вот позволяет их рисовать более правильно. Собственно, хранится это так же. То есть записываются для каждого тайла зумы, точечки, и все это вот кладется в приготовленный стол. Для полигонов несколько сложнее. Там хранятся треугольники. Для каждого треугольника, соответственно, отдельный массив индексов, чтобы эти треугольники из потока точек вычленять. И плюс отдельный массив индексов для обводки. Потому что есть ситуация, когда надо нарисовать треугольник с обводкой. Ну, собственно, вот таким образом мы рисуем вектор. Так, ну и более сложный случай. Последний, наверное, сервак томит. Это отрисовка линий. Линии рисуются, ну, как и все, вот он же треугольниками. Здесь я так и схематически нарисовал. Мы помним, что у нас хранится от линии только две точки. Ну, или не идея, а вот точки хранящей линии. Как нам ее вот таким образом нарисовать? Особенно, если пользователь в настройках стиля может переключить, что он хочет, например, линии рисовать там с загрубленными краями, или с обрезанным там краем, там с квеатом и так далее. Для этого мы считываем эти точки, на лету их добавляем еще, чтобы сформировать вот эти треугольнички. И уже такой более правильный джейн-буфер передаем в видеокарту. Ну, собственно, так с точкой рисуется. Ну, и в заключение, небольшая реклама. Компания NextGIS 26-го числа проводит демо-день. Там, собственно, про мобильное, но уже более в пользовательском отношении будет рассказано. Но еще будет много чего интересного. Вот Артем там говорил про Nordiskon, про Nordisk UGIS, ну, еще куча наших технологий, поэтому приходите, записывайтесь. Будем рады вас видеть. Вопросы? 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 Вопросы?